На часах 18.00 добро пожаловать в компанию телеканала «Вариант». Впереди много интересного, начнем с самого главного. Итак, 60 лет назад началась история пилотируемой космонавтики. И этому мы обязаны Юрию Алексеевичу Гагарину. Друзья, сегодня наследие всей космической отрасли, весь наш вклад в Владимирской области хранит человек, который находится в нашей студии. Это Михаил Адамович Ишуков, ветеран космодрома Байконур, председатель Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Адамович, вы смотрите, сколько сегодня принесли. Мы сейчас с вами общались до эфира и поняли, что не все сегодня уместилось в одном чемодане. Да, вы правы. Ну, во-первых, позвольте поблагодарить вас за то, что вы пригласили, за то, что вы сняли такой фильм «Космический рубеж». Это очень приятно было для ветеранов, не только владимирских ветеранов, но и всех ветеранов Байконура. А вы 24 года провели на космодроме. Да, я 24 года провел на Байконуре. Это ваш вклад. И понятно, что бесследно это не прошло. И сегодня продолжаете собирать по крупицам. Ну, что там по крупицам? Вы даже, я смотрю, у вас, это осколок ракеты, да? Да, это осколок ракеты. Это на память. Осколок ракеты, да. Вот тут читаю на осколки ракеты. 21 марта 1986 года. 10 часов 30 минут. Космодром Байконур. Каждый, кто был на стартовой площадке, взяли себя на память. Что там было, я молчу. Михаил Иванович, почему именно вы решили вот так взять и собрать весь опыт наших владимирцев в одной организации, в нескольких изданиях и вообще все взять в свои руки? Значит, докладу. Я приехал сюда в 1994 году. Так, у нас есть традиция. Каждый год встречаться в Москве 2 июня, когда родился космодром Байконур. Приказ был, все. И везде, во всех областях были организации ветеранов космодром Байконур. Во Владимире не было. Была первая попытка создать ее организацию. Написали протокол, в общем-то, но дальше дело не пойдет. Те, которые писали, люди ушли в свет иной. А дальше на хранение все документы получил первый протокол наш Анатолий Анатольевич Корешков, и они хранились. Вот мы с ним встретились. Я дал объявление из рук в руки бесплатно, что те ребята, кто служил на космодроме Байконур, объединяйтесь. Я тогда работал начальником отдела, посадил на телефон двух человек. Это Моряков Виктор Данилович, ветеран РВСН, и Юра Алексеев Гражданский. И вот они собирали всех список. Им звонил. Звонков было много, разработали анкету, где все вступающие, потому что пошел такой балласт, всем было интересно, все прочее. Ну, отсеяли все, и в итоге у нас образовывалось в общей сложности 150 человек. 150 человек. Да, было раньше, активная группа. А сегодня, значит, тех, кто стоит на учете и кто ведет активный образ жизни, 10 человек. Но сейчас, вот, вчера мне позвонил один человек, значит, я фамилию называть не буду, знаю, что он служил в продовольственной службе. Позвонил и говорит, Михаил Данилович, я созрел, чтобы встретиться с ветеранами Байконура. Я говорю, одетый, раньше был 15 лет назад. Вот он приходил, но говорит, нет, меня это не устраивает. Вот все, поэтому к нам идут люди из других областей, вот, допустим, в Увановской области нет организации. Люди звонят, я говорю, ребята, давайте вступать, давайте будем работать, все, без вопросов. Так что, все в норме. Как вы считаете, вот какова главная цель организации? Главная цель организации сохранить и рассказывать то, что мы знаем и что сделал СССР, а сейчас делает Россия по космосу. Потому что у меня сын отставит, внук Димка, он учился в девятом классе, я взял учебник к истории. И там о том, что СССР первопроходит с космосом, абсолютно ничего нет. Я прошел библиотеки, посмотрел наши Владимирские библиотеки, взял путеводители по Владимирской области. Опять же, о том, что Владимирцы стояли у истоков. Если взять историю Владимира, то смотрите, Владимирцы стояли у истоков освоения космоса. Тихомиров, Тихонравов, Жуковский, Яцунский. Это все наши, Каманин, это все наши Владимирцы. Наши Владимирцы пускали первый искусственный спутник Земли Юрия Алексеевича Гагарина, Союз Аполлон, Куба, да, Союз Аполлон и много других пусков на Луну, на Марс. Это все, Владимирцы, даже питьевой водой обеспечил наш Владимир, Мохов Павел Иванович, который участник войны, который командовал, у него было 30 водовозок. И он для строителей Байконура возил им воду. Это была настоящая боевая задача. Это настоящая боевая задача, потому что строители Байконура наливали трехлитровую банку, вечером заливали, утром полбанки было песка. Это рассказывало Тихо, 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 Тихо все. Так, ну что еще? Да, и потом объединились, собрались все, ну и стали вызывать, значит, кого взять. Ну, что-то там было много и полковников было, все, остановились на мне. Почему остановились на мне, значит, моя должность на космодроме Байконура оказалась выше всех. Вот, я ее закончил секретарем партийного комитета ракетно-испытательных частей космодрома Байконура. Все, а там были начальники отдела, все, ну, оказалось, так все. А потом, после того, когда Байконур перешел в распоряжение Казахстана, значит, научно-испытательное управление космодром Байконур стало сокращаться. И так сокращался до того, что стал гражданским космодромом в настоящий момент. А, я еще не сказал. Значит, почетными членами Владимирской организации являются три космонавта. Это Кубасов Валерий Николаевич, с которым мы неоднократно встречались в связниках, Скворцов Александр Александрович. К сожалению, докладываю, в связи с тем, что развилась пандемия, вот они вручено удостоверение номер 134, Скворцов Александр Александрович. Он главой администрации Байконура, награжден памятной медалью 65 лет космодрому Байконур. Вот показываю. Ну, мы с ним созванивались, говорили. И он говорит, Михаил Дамович, как пандемия кончится, приеду. Значит, собираемся мы, как обычно, в нашем Владимирском планетарии. Так-то там очень много космонавтов побывало, и мы ему вручим на сборе. Так, должен сказать, что за хорошую работу Владимирская организация награждена вот такой медалью. За патриотистскую работу. Медаль очень красивая. Вот, за патриотистскую работу. Все, что можем, мы делаем, в общем-то. Скажите, а то, что у вас на пиджаке? Значит, это пришло неожиданно. Так, значит, я стал патриотом Байконура. В общем, я не ожидал. Значит, эта медаль, награда была высвана на администрацию города Владимира. Так, и мне ее вручили на работе. Я еще до настоящего момента работаю. Центр управления городскими дорогами, который возглавляет Юсупов Руслан Рашидович. Вот. А вы сегодня принесли с собой уникальные материалы. Да, значит. Здесь даже есть пластинка для проектов. Да, пластинка. На ночь. Это первая пластинка, которая была выпущена на космодроме Байконур. Гаража всего 25 тысяч, стоила 2 рубля 50 копеек. Заказ номер выпущен на 1991 год. Вот здесь песни и звезды становятся ближе. Все, что связано с Байконуром. Вот так. Далее. Значит, что? Вот я принес грамоту. Уникальная грамота. Значит, что? Казахстан. Значит, она уникальность заключается в том, что она подписана человеком, который вошел в историю, чьим именем названа столица республики. Товарищем Назарбаевым. Читаю. Почетная грамота. Товарищи Школ Михаладам. За большой вклад в дело освоения космоса и активную общественную работу в президиуме Верховного Совета Казахской ССР. Указом от 20 апреля 1990 года. Награждает вас почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Председатель Верховного Совета Назарбаев. На русском и на казахском языке. Так, значит, что? Ну, основная база, собираемся мы всегда во Владимирском планетарии, потому что Татама умные люди, хороший руководитель. Вот Владимир Александрович. И значит, что? А, мы отпраздновали в 2020 году 65 лет космонавтового Байконура. Значит, мы выпустили с помощью Владимирского планетария вот такой диск. Здесь вся работа Владимирского планетария называется «65 лет космонавтового Байконура» Владимирской общественной организации «Космонавтового Байконура». К 60-летию полета Гагарина выпущен вот такой диск, где есть уникальные фотографии и прочее. И далее, под руководством Владимирского планетария мы съездили на место гибели Гагарина. То есть, сейчас как раз фотографии видим. А, вот фотографии, да. Вот Владимир Александрович стоит. Все плодотворно сотрудничает. С нами был и писатель, он стоит так, что Владимирский планетарий провел хорошую фотовыставку, посвященную 60-летию пилотированной космонавтики Гагарин и Куба. Значит, я туда принес, значит, книжку, где рукой Федерия Кастро было написано пожелание нашей космонавтики. Читал, в общем, советую посетить выставку. Это раз, так. Второе, для того, а, значит, смотрите, простите, не рассказал, спешу. Значит, каждый ветеран космодрома имеет вот такое удостоверение. Оно выдано в 91-м году мне и подписано начальником космодрома Шумилым. Думаю, ветераны космодрома, кто слышит, знают об этом. Шумилин был такой начальник космодрома. Вот точно такое же удостоверение имеет и моя супруга. Служила на космодроме Байконур программистом, старшим инженером-программистом. Так, значит, еще рассказываю. Значит, для того, чтобы сохранить фамилии, значит, выпущены две книги. Владимирская общественная организация, посвящая на 65-летию космодрома Байконур. Здесь собраны все фамилии, наша работа и взаимодействие с вузами. Вот могу привести, что значит наш юридический институт. Филимонова Анастасия Игоревна. Все, вот была у нас в этом году встреча, посвященная 60-летию полета Гагарина. Привела студентов в научно-технической библиотеке. Хорошо прошло, в общем-то. А, да, хорошо прошло, присутствовали и из Костромы у нас люди, и из Иваново приезжали ветераны к космодрому Байконур. Так, и здесь, значит, у нас собраны все фамилии тех, кто служил на космодроме Байконур. К праздникам, вот, поименный список всех ветеранов. Так, наши, а мы, когда были деньги, выпускали газеты, организации. И вот одна из наших газет хранится на космодроме Байконур, в музее. А музей космодрома Байконура занесен в книгу ЮНЕСКО. Далее, значит, когда наша делегация летала на космодром Байконур, то глава города Шохин Андрей Станиславович, ну, передавал подарок для передачи руководству Байконура. И, значит, этот подарок был передан. И вот я сфотографировался с книгой о Владимирской земле в звездном зале Байконура. Это факел, который был в космосе, сейчас хранится там. Владимирская организация поддерживает тесные связи с музеем космодрома Байконура. Сейчас там власть поменялась, но, как говорится, все знакомые. Так, это что еще не рассказал. А, значит, говоря о 60-летии космодрома, о 60-летии полета Гагарина, значит, я говорил, мы выпустили второй книг. Вот, посвящается здесь о вкладе Владимирцев. Вот, здесь уникальные фотографии. Нам не хватает эфирного времени, чтобы рассказать обо всем. Много. Да, обо всех направлениях деятельности организации. Это здорово. Мы, в свою очередь, благодарим вас за идейного вдохновителя проекта, потому что благодаря вашей поддержке нам удалось связаться со всеми и вот получить такую интересную программу, как «Космический рубеж. Наш вклад», которую наши телезрители видят в течение всего месяца у нас в эфире. И я предлагаю сегодня посмотреть серию, которая еще не выходила в эфир, и прямо сейчас, вот с вашего позволения, на путстве Анатолию Анатольевичу Корешкову передать привет. Давайте? Да. Так, позвольте мне поблагодарить этих волонтеров, которые по решению руководства города, да, посетили сегодня всех ветеранов космодром Байконур и вручили маленькие подарки и поздравили с 60-летием полета Гагарина. Это было всем очень приятно. Анатолий Анатольевич, как ведущего Аксакала, поздравляю, я тебя поздравил с 90-летием, поздравляю сейчас, мы за тебя очень рады. Будь же таким жизнерадостным, оптимистом и продолжай писать книги. Ты знаешь, что твои книги находятся в музее космодрома Байконур, и они вошли в число лучших. Стихи и все. Ну и смотри, я помню твои стихи. А ныне числя с ветераном, штурмуя космос лишь во сне, я вспоминаю степь тульпанок и рок от грозной в вышине. Помнишь эти стихи? Ты не помнишь, а я помню. С праздником тебя, дорогой мой Анатолий Анатольевич! Ну что ж, Анатолий Анатольевич, мы передаем тоже пламенный привет. Конечно, поздравляем еще раз с 90-летием. Это тоже такой своеобразный жизненный рубеж. Да, это жизненный рубеж. Надеемся, что вы еще долгие годы послужите нам, своему Отечеству, будете продолжать свое детище в виде прозы. И даже я знаю, что есть некий гимн, который он нам прочитал в нашей серии. Да, мы его смотрели в научно-технической библиотеке, слушали. И вы знаете, он всем понравился, кстати. И называется «Гимн ветеранов Байконура». Ну что ж, всех ветеранов и всех, кто причастен к космической отрасли, мы поздравляем с праздником. С праздником.